Может показаться, что вот если ты артист, то ты из-за своего графика не имеешь возможности воспитывать детей. Я тоже раньше так думал. Но мне было, допустим, год назад сложно представить, что я этим буду заниматься. Однако, если очень захотеть, можно найти алгоритм. Ведь концерты не бывают каждый день. Они бывают в лучшем случае один-два раза в неделю, по выходным. То есть большую часть времени в итоге ты можешь находиться со своими детьми. Поэтому мы придумали алгоритм, который дает результаты, и вот год он уже успешно работает. Я как-то наблюдал за тем, как старший сын Марк играет в футбол. Я увидел, что у него не очень получается. Не хватает скорости, выносливости, реакции. Вот я после игры подошел к нему и спросил, ты хочешь успевать к мячу? Он говорит, да. Я говорю, поехали со мной. Поживем месяца-два вместе, потренируемся. Я налажу тебе тренировочный процесс. Посмотрим, что из этого получится. И примерно в это же время начали поступать жалобы от воспитателей на младшего сына Платона по поводу его поведения. Стал неуравновешенным. Неконтролируемые выбросы эмоций полярных, часто негативных. Даже моменты агрессии какой-то. Детское, понятное дело. В общем, весьма-весьма тревожное поведение. Поступило предложение потратить какие-то бюджеты на психолога. На что я ответил, что я сам справлюсь с ситуацией, ребенку не нужен психолог, а ребенку нужен отец. И они поехали со мной в Харьков. Мой день начинается с того, что я встал, стелил постель, пошел, почистил зубы. Пошел на турник, поделегкий, подтянулся по максимуму. Потом пошел, позавтракал. Помог брату приготовить еду. У нас здесь любимый дедушка. Мы его очень любим. Мы ему помогаем. Я пока живу с дедушкой. Он приехал сюда, чтобы вылечиться. Папа ему в этом помогает. Ему вообще нельзя нервничать. Поэтому мы ведем себя при нем хорошо. Буквально 9 месяцев, было скоро 10 месяцев, как у меня произошел инфаркт. Инфаркт с клинической смертью. У меня сердце скоро остановилось. Я из этих больниц не вылезал постоянно. То в одну попадаешь, то в другую. А потом произошло так, что сын приехал с внуками, с Майком, с Платоном. Я говорю, сбирайся, поедем, будем тебя по-настоящему изучать, проверять, смотреть, что с тобой происходит. Такую дорогу я бы один не выдержал. Ну, я вот приехал. Сначала в Киеве меня дообследовали. Он был постоянно при всей своей занятости со мной. Потом здесь реабилитацию начал проходить. В Харькове проходил реабилитацию. И когда на карантин закрылись этот центр реабилитационный, то со мной проводили все эти физические упражнения. Под руководством я проходил. Или Марк проводил, или Платон. То есть они заставляли своего дедушка делать то, что я, может, сам один бы не делал. Дети — это постоянный тяжелый труд и аттракцион полярных эмоций. Тяжелый труд, прежде всего, потому, что они требуют от тебя всего тебя. То есть они требуют все твое время, все твое внимание, все твои эмоции, все твои воспоминания, все твои знания. Такое впечатление, что они хотят тебя полностью поглотить. У нас есть Филипп, который служил во Французском регионе. Он за нами следит, за нами укаживает. Пока папы нет, он с нами постоянно. Это были дети комнатные, можно сказать, которые привыкли к телевизору и рекламе. Первое, что мы им сделали, это режим и дисциплина. Это два правила, которые не выходят из рамок Сергея. Дети начали жить, жить спортивной жизнью, правильно питаться. Читательцы меня воспитывают солдат Французского региона. Он был старшим сержантом. Они развиваются, они читают, они учат стихотворения, они занимаются спортом. Они могут много рассказать любому взрослому человеку. Они смотрят только научные фильмы. И я думаю, что если бы им этого не хотелось, они бы этого не делали. Мы смотрим полезные фильмы в основном. А когда по выходным, можно там что-то расслабиться и посмотреть какой-то крутой боевик. Вдруг я оказываюсь в ситуации, где два маленьких человека, по сути, две улучшенных копии, две обновленных версии меня, такая новая прошивка меня самого, требуют, по сути, всего меня для себя. Я принципиально не кричу на детей, не повышаю голос и не применяю физические наказания. То есть я сразу так постановил и придерживался этих принципов в течение всего времени, пока их воспитываю. Он никогда на них не кричит. Удивительно. Я не видел, чтобы он хоть раз повысил голос или там что-то. Рик, глявка. Он разговаривает с ним спокойно, и они его слышат. Родителям просто наплевать на то, сколько времени они проводят вот с этими наладонниками, например. Сколько времени они в соцсетях проводят или перед телевизором. Всем не нравится, когда их контролируют, но потом ты понимаешь, что он не просто так это делает. Когда мой брат играл, у него ухудшилось зрение. Когда я играл, у меня была рассеянность. Я увидел, что устреваемость стала лучше в школе, что у меня сценки поднялись. Тогда я понял, почему это. И почему папа запретил нам играть в компьютерные игры. Вдруг в какой-то момент осознал, что действительно я это они, а они это я. То есть мы целые. И получается, что все, что я делаю, я делаю для себя. Когда я их воспитываю, я по большому счету воспитываю себя. Я поймался даже на мысли, что благодаря им я стал аккуратнее, я стал пунктуальнее, я стал взвешеннее, где-то, может быть, спокойнее в своих реакциях. В общем, непонятно уже, кто кого воспитывал, они меня или я их. Он знает, что я интересуюсь космосом. Он мне подарил самый настоящий телескоп. Я очень удивился. Я уже спокойно могу смотреть на лунные кратеры. То есть могу разглядывать их, то есть все могу видеть там. Я люблю очень бокс, я люблю очень танцы. Я танцую и хип-хоп, и я люблю хорошо. Ты, когда воспитываешь детей, должен понимать, что они губки. И ты можешь отмахнуться от них и сказать, да, не умничайте там, а можешь уделить им внимание. И вот моя задача – это уделять им внимание, и я это делаю. Ведь не каждый отец решится взять на себя такую ответственность при такой занятости, при такой нагрузке нечеловеческой. Взять детей, с ними постоянно заниматься и все делать для этого. Это большая ответственность. Там нету и не может быть каких-то незначительных, неважных, глупых вопросов. Даже если вам эти вопросы такими кажутся, могут показаться. То есть нет этих вопросов. Есть глупые, незначительные, неважные, неумные, недальновидные, неострые, немудрые ответы. Я люблю с ним проводить время на природе. Мы ловим тут рыбу, купаемся вместе. Тут очень просторно, у меня очень большой, тут особняк практически. Я не знаю, кто так живет, честно говорю. У них есть ответственность, у них есть график, у них есть режим, у них есть четкие задачи, которые им поставили старшие, которые они выполняют. У них есть каждодневная, трудная, терпкая работа над собой. А чем заняты ваши дети? Знаете, мы раньше только смотрели телевизор, что мы знаем наизусть и рекламы. Мы зим, пися, и же, легче с ним. Лизак! Дякую тебе, мама, за лизак! Это Тантун Верде Форте! Убивайте микробов в горле! Если ты не в тебе, форте, это Тантун Верде Форте! А сейчас мы учим стихи! Влади собой среди толпы смятенной, тебе клянущие за смятение всех. Верь сам себя на перекос вселенной, и маловедным отпусти их грех. Пусть час не пробил, жди не уставая, пусть лгут джицы, не сходи до них. Умей прощать, и не кажись прощая, великодушнее и мудрее других. Умей мечтать, не став рабом мечтаний, и мыслить мысли не обожествив. Равно встречай успех и поругание, не забывая, что и голос лжив. Останься тихо, когда твое же слово калечит, чтобы уловлять губцов. Когда вся жизнь разрушена, и снова ты должен все воссоздать со снов. Умей поставить в радостной надежде на карту все, что накопил в свой дом. Все проиграть, и нищем стать, как прежде. Никогда не пожалеть о том. Умей принадить сердце, нервы, тело. Тебе служить, когда твоей груди уже давно все пусто. Все сгорело, и только воля говорит, иди. Останься прост, беседуя с царями. Останься тихим, говоря с толпой. Будь прям и тверд, с врагами и с друзьями. Пусть все свой час считается с тобой. Наполни смыслом каждое мгновение, часов и дней неумолимый бег. Тогда весь мир ты принес как владение. Тогда, мой сын, ты будешь человек. Мы наконец-то стали лучше понимать друг друга. Мы сблизились как семья. Если папа приехал, для меня это праздник. Мы очень соскучились за папой. Я вижу их осознанными, я вижу их сильными, я вижу их самостоятельными. Я вижу ими легкими, переменчивыми, мобильными. Готовыми встретить мир таким, какой он будет, каким бы он ни был. Я вижу их, самое главное, счастливыми людьми. Их окружали и окружают не просто люди, которые их любят. Их окружают люди, которые, не задумываясь, отдадут за них жизнь. Я в том возрасте уже пребываю, когда понимаю, не могу не понимать, что самый ценный ресурс, который есть у человека, у любого, это его время. Поэтому в моем случае я готов отдать моим детям самое ценное, что у меня есть. Это мое время. МОЛИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА МОЛИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА МОЛИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА МОЛИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА МОЛИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА МОЛИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА